Здоровченко всем, снова я Александр. Опять же очередной компьютерный видосик. Задумался, встал в вопрос такой, встал в вопрос. Ладно, отвлекся. Немножко свой этот гроб обновить, вот это вот ведро с гайками поменять. Если коротко, корпус хотелось бы обновить. Да, здесь как бы не такое прямо выдающееся железо стоит там, не в принципе вот такой сборочки с головой. Ну и в принципе самое главное для монтажа видосиков. Если коротко, Proc Ficus 6300. Охлаждение здесь такое самопальное, то есть кулер от Aerocool стоит 4-пиновый, то есть материнка им управляет. Радиатор от Deepcool двухтрубочный. Хватает с головой видяха от зеленых MSI GTX 760. Ну здесь 2 гига памяти, GDDR5, машина 256 бит. Такая в принципе добротная видяшка, в свое время брала ее с рук за 5 косых. Оперативки здесь тоже такой как мини колхоз. Здесь 2 плашки по 2 HyperX и 2 по 4 GoodRam. Ну в принципе 12 гигов в двух канале. Вполне хватает на все за глаза. Материнка вообще здесь я не знаю с каких времен, но она хорошая мать на сокете AM3+. Здесь чипсет 970 стоит. SSD вот он, SSD Kingston на 120 гигов. Обычный магнитник, ну то есть HDD на терабайт. Ну это под файл помойку. От ноута еще один HDD на 2,5 и 700 гигов. А, ну здесь до хуища кулеров. На вдув две 120-ки от SILENCE. Одну я вот снял, стояла и одна еще снизу. И две восьмидесятки здесь на выдув от кулер мастера. Ну и там как мини такой колхоз, то есть это вроде как на 60 кулерам нахлаждает питание параца, то есть MOSFET и VRM. И маленьких кулек, по-моему, вроде как на 40 или на 50 стоит на радиаторе из Северника. У меня вот этому гробу, да, ведру уже, ну не знаю, ему вроде как уже лет восемь. И за эти восемь лет я его как только не допиливал, то есть и окна в нем делал. То есть вот окно в боковой крышке, то есть это, ну просто оргстекло, по-моему, двухмиллиметровое. Изнутри приклеено на жидкие гвозди. Здесь такая же дичь. То есть делал пропил тонким диском, болгарочкой. На передней панельке замутил такой пылевой фильтр. Это сетка. Не помню, кстати, откуда я ее взял. Здесь 3 вольтметра. Их подключены к блоку питания, то есть на 12. 5 и 3 и 3 вольтовые линии. Ну так прикольно глядеть. Просадочки там разные и прочее. А, ну и подсветка, то есть просто с Алика взял светодиодную ленту красного цвета, приклеил ее здесь. То есть здесь сверху есть, сбоку, снизу. Ну и через кнопку на 12 вольт это все подцеплено. Ну, в общем, вот такой вот системничек. Бюджета. Ну вот присмотрел там, 3000 выделил. То есть вот в пределах трех что-то вот взять. Ну, с необычным таким дизайном. Ну и во-первых, чтобы боковое на окно было. И во-вторых, подсветка. Не знаю, кому-то вот не принципиально подсветка. Мне прям в кайф. Ну что-то вроде мини-холодильника внутри будет. То есть при грамотном установленных, купленных в кулерах охлаждение нормальное сделать. А, ну и собственно, чтобы как немножко меньше вложиться, я хочу вот этот свой гробец сейчас подразобрать. Что-то оставить в комплекте, что-то убрать. Допустим, ну вот картридер. Хотя это, по-моему, блядь, картридеры эти. Они наравне с дисководами уже умерли. Но, типа бывает он полезен. Ну вот, мобилки ремонтирую. И если приходится прошивать, прошивки эти закидывать на microSD. То есть я через адаптер втыкаю в картридер и на компе уже это все копирую. Подразобрать. Тут столько проводов. Тут, читай, от подсветки. Ну вот кнопка подсветки 3 вольтметра. То есть здесь проводов, которые уже идут от моего моддинга. Тут дохерища проводов просто. Ну так, на навиток глянул. Блядь, средние ценники за такие вот обычные ящики. По-моему, там рублей там что-то 300-500. А, блядь, какие-то там советские прямо за 100-200 продают. Не, но этот, если в порядок привезти, его за 700 рэп без торга вполне может. Да, вот он картридер идет. Вот он. Как-то сейчас грамотно разобрать. Хотя вот сейчас этим, конечно, заниматься вообще что-то неохота. Еще и на рыбать завтра. В понедельник, во вторник можно заняться этим. Как раз там выходные, поэтому. Как раз там выходные, поэтому. Ну вот так это все выглядит. Внутри такой пиздос вообще. О, отклеился один радиатор. Блядь, сколько проводов, мать его юба. Ну, пока временно будет здесь стоять. Пока этот не продам. Новый покупать не буду. Я думаю, блядь, за недельку, думаю, продам. Чутка докину. Это реально уже, в буквальном смысле слова, десктопный ПК. Такая вот конструкция получилась. Навесная. Просто жест. Настоящий хардкор десктоп. Хуя как включается с SSD. Я говорю, 13 секунд. Холодный старт вместо 50. То есть раньше, когда винда у меня стояла вот на этом аж детишнике, 50 секунд я засекал. А на SSD там с кучей манипуляций, там с UEFI, с настройками электропитания в самой винде, сейчас за 13 секунд врубается. Ну ладно, продолжение следует.